Они, конечно, должны иметь высокий упражнение, но, в первую очередь, они должны коммуницировать с этим публиком, потому что без этого публика нет концерта. А вот джаз – это театральные встречи, когда важен непосредственно контакт, а не то, что вот красиво, всем понятно, все красиво. Как аналог поп-музыка, это две Hollywood-фильмы для всех людей, и джаз-музыка, это две театры, чтобы коммуницировать с этим публиком? Ну, я думаю, в Поп-музыке есть очень многое, и не все говорит все. Можно сказать, что Майкл Бубле singет Jazz и говорит очень многое, и Майл Давис говорит очень многое. И в Поп-музыке есть «Мадонна», которая говорит очень многое, но Рап говорит не каждый. «Майкл Бубле» – это очень многое, но Джейс-музыка не должна быть элитерой, она очень многое. Маркус считает, что разница в том, что и каждый поп-музыкант по-разному приходит к своей публике. Абсолютно по-разному работает и Мадонна с публикой, и джазовые музыканты работают по-разному, но все приходят к тому, что не обязательно джаз должен быть элитарный. На самом деле джазмен должен чувствовать публику, чувствовать направления различные, и под публику работать. Немцы это называют от живота, мы это называем пропускать сквозь душу эту музыку, и работать, и пройти таким образом. Маркус, Светлана, я благодарю вас за то, что сегодня были гостями нашей программы. Увы, наше время, к сожалению, подошло к концу. Тем не менее, Маркус, ждем вас еще раз, может быть, не только раз, много раз в нашем городе, потому что, наверное, такой вот контакт с действительно лучшими представителями джазовой культуры Европы для нас очень важен. Спасибо вам еще раз. Спасибо большое, очень рад был присутствовать в студии. И спасибо, что смотрели нас сегодня. Будем ждать тепла и смотреть наши новости. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...